По выниках минулого года наибольшь складанная дорожная обстановка была в центральном районе областного центра, а так само в Гомельском, Лоевском и Ельском районах. Тут отзначен рост практически всех показчиков аварийности. В целом ситуация в регионе в поравнании с 2016 годом полепшилась. Снизилась колькость ДТЗ и загинувших у их людей. Для нас это, конечно же, безусловно, знаковое достижение. Если по итогам 2016 года нам впервые удалось достичь уровня погибших в происшествии, менее 100 человек, то в 2017 показалось, что сотрудники господинспекции совместно с вами эту так называемую планку можем удержать и сократить. Подаденных в статистике самые аварийные дни – тыдня, пятница и суббота. Наибольший небеспечный период – с 17 до 22 годин. Сирот самых распавчуженных порушений – перевышение худкости и ваджение у нецвярозом стане. Головная причина здействия ДТЗ – неправильный проезд пешеходных переходов и, как выник, наезд на пешехода. Такими были амали 40% от всех здоровья в минулом году. С метаизнижения аварийности на территории области были усталеваны 22 светлофоры. В селедних планах их установка на улицах Богдана Хмельницкого и Студентской у Гомели. Але обсталевать усе скрыжование практически немогчимо. Это потребует авиализных финансовых сродков, каля 30 тысяч рублей на один объект. Тому необходимо применять другие методы профилактики. У приватности из лютого по мае будет житовляться суместный проект Держаутоинспекции и Белорусского державного университета транспорта по укоронению инновационных форм организации дорожного руху. Будут изучаться анализы аварийности как города Гомеля, так и районных центров нашей области. Выявляться наиболее аварийные участки уличной дорожной сети, в том числе нерегулированные пешеходные переходы. И потом на основе проведенных исследований будут вноситься предложения. Так само у областной Держаутоинспекции поведомили об новых администрационных изменениях, які уступають усилу с 31-го студеня. У першой шаргу я не тышатся оплаты штрафов. Если водитель, либо иной участник дорожного движения, выразил согласие, в отношении него вынесли постановление о минимальном наказании, в течение 30 дней не оплатил штраф, то данное административное изыскание автоматически повышается на две базовые величины. Значные изменения дотычатся без правников. Кали ранее пока ранее у относенных до таких водителей обмежевывалось грошовым штрафом от 20 до 50 базовых величинів, зараз полторное порушення на протягу года може привести до администраційного арышту термином до 15 суток. Что тышатся водителям, які забывають документы, инспектор може зарабіць в устнае попередження. Але шкалі такі поводіны носяць системный характер, будзе складіны протокол. Дмитрий Котов, Михаил Рабкоу, Телерадиокампания «Гомель».